чем хорош город магнитогорск а вы думаете что и на левом берегу вы не сможете отдохнуть а нет господа сегодня сейчас вы здесь сможете отдохнуть потому что мы сюда пришли мы сюда пришли и куда мы пришли помните время такое было кафе салтан он гремел представляете ну гремел только потому что мы не занимались представляете если бы я этим делом не занимался он естественно не загремел вот так вот господа то есть мы сюда привезли аппаратуру мы здесь будем вам делать качественный торч качественный торч и вы сюда придете и поймете что в принципе вы можете кушать и здесь по одной простой причине когда мы беседовали сейчас ну я объясняю ситуацию ребят давайте все-таки вернемся как это делается в анталии да сумма доходов у нас примерно абсолютно одинаково что они там получают тысячу долларов что мы получаем примерно тысячу долларов вот никто в анталии и вообще дома никто не кушает по одной простой причине везде ценники опустились понимаете то есть мы сейчас о чем будем говорить цена вопроса какая она вас какая вам цена вопроса нужна я предполагаю что средняя арифметическая от 150 рублей чуть 160 чуть побольше и тогда вы можете абсолютно спокойно кушать где в ресторане ну сегодня сейчас у нас не получается кое-что то есть у нас либо есть столовые либо кафе либо рестораны но вы должны понимать что рестораны это такие весьма странные ценную зачем это нужно во всем мире как бы вместо отдыха оно и переводится ресторан вместо вашего отдыха рест понимаете то бишь вот сегодня и сейчас здесь на чикаго 55 вы можете спокойненько покушать кроме всего прочего как вы прекрасно понимаете если вы хотите отдохнуть ну это основная часть города другого места и нету то есть но и такси есть тем более сегодня сейчас такси в городе магнитогорска не славится своей крутизной нет конечно 70 рублей до правого берега ну что там сложного что ли посидеть отдохнуть что в этом сложного я не понимаю место хорошее то есть ни с кем не граничится и сюда мы вам привезли то самое шоу свое то время когда мы делала делали в кафе салтан это шоу гремело потому что я не знаю людей которые у нас умеют слушать нет таких людей понимаете я научился в свое то время потому что чтобы вы поняли когда я начал хорошо относиться к звуку так делал то было аж 1978 году когда я приехал где сереже будет серёжа была аппаратура хорошая ну конечно это было еще мановская аппаратура но тем не менее у него все хорошо звучало и после этого я очень сильно люблю музыку уже потом я начал заниматься кино а уже потом вот первый телевидением я занимаюсь то есть давайте сюда зайдем посмотрим как мы будем кушать из расчета нашей цены вопросы что-то бы не стоило сильно дорого я вам про смысл жизни а вы про бытие то бишь как часто вы дома можете просто отдохнуть без разгребывания посуды без мытья без приготовления да без всего что вашу жизнь хомячит что так мало а как вы хотите когда вы дома слушали нормальную и качественную музыку так чтобы ощущать все печенышкой а такого не было поверьте мне качественный исключительный звук и это не ваша музыка по сути событий хорошей музыки с грамотным звучанием в городе нет кроме кафе джавит на чкало 55 естественно это левый берег но давайте определимся с нашим городом он реально небольшой такси есть есть и ваши машины то есть есть место куда можно приехать теперь другой вопрос цена я вам как-то объяснял что грамотное питание это не ваши возможно мною уважаемые блюда просто давайте определимся когда и как и где и сколько вы себе можете позволить просто решите во сколько вы встаете во сколько вы приходите домой ну давайте утро и это пробки пробки в 5-6 часов вечера то есть вы на работе 8 часов а 12 это так присобачилась пробки все остальное норма да нет это не норма почему в такой стране с такими же небольшими зарплатами как и в турции все да все жители сидят в ресторанах да там все также элементарно да нет идиотских 500 процентов ценников нет там такого а вот мы с кафе джавит и решили не будет у нас такой наценки все что вы можете себе приготовить дома по той же цене есть и здесь и бога ради я скажу вам просчитайте свое время на приготовление оного внимательно просчитайте умножьте на свою зарплату она у вас невысокая и вот вам будет цена та же которую мы сейчас будем вкушать как это круто сейчас я все это дело перечислил но что вы поняли что здесь нет космических цен нет здесь все из той же самой категории 160 рублей одно второе треть четвертое пятое блюдо никаких проблем но я-то думал что мне сегодня не придется это скушать а придется все это дело кушать но вы прекрасно прекрасно понимаете если вы хотите посмотреть как я буду делать сразу же вы включаете youtube если вы хотите посмотреть как я потихонечку буду кушать то есть естественно мы сюжеты немножко так разбили то есть один сюжетик второй треть четвертый как раз метра дела хватит то бишь с чего мы начинаем то есть когда мы говорим будете ли вы кушать дома давайте определимся если вы хотите салат то как бы салаты все это не дешевое удовольствие если честно а тем более такой салат салат грузинский обалденный то есть вы же должны понять что это не просто так да то есть размеры этого салата а что здесь есть 10 замечательно копченая колбаса слабо то колбаса прямо здесь с другой стороны все новое все исключительные сыр да и все остальное размеры размеры то есть по сути если вы сюда пришли просто перекусить вы представляете размера это вам реально хватит чтобы покушать поесть посмотреть как люди двигаются на двигаться они будут очень хорошо ну вот экстрастно понимаете кто сюда пришел со своей аппаратурой то есть я сюда пришел со своей аппаратурой одному съесть будет очень сложно то есть не спеша чаёчек кое-что другое общение все эти все пообщались покушали просто обалденно то же самое из той же ценовой категории и это все не дорого теперь возвращаю к дурумча как на делах турки но во первых мясо у них не сильно много но у них был большой гарнир то здесь то же самое и мясо есть и гарнир великолепенные то же самое др elétевский салат какое прекрасно понимаете в греции естественно есть как вы прекрасно понимаете оливки этому не самому дешевший удовольствие как вы прекрасно понимаете этот греческий салат не только летом будет он и зимой также будет то есть представляете у нас маленькая проблема в россии естественно то есть мы хотим кушать помидоры огурцы так вот помидоры огурцы и это же греческий слад и зимой будет стоить столько же обалдеть тоже самые размеры да перекусили а потом кое с чем кое как оливочки а потом другом захотелось потанцевать а почему бы и нет тем более если вы сильно сильно захотите при некотором желании вы можете дискотеку заказать вы же умные люди правильно логично как все по-другому то цена вопроса те же самые 160 рублей одному быстро перекусить не получится сразу то есть приходит сюда это не буду это уже на потом вы понятное дело да ну а раз мы перешли то есть как мы уже говорим в эфире надо будет 4 выпуска следующий вариант я не знаю что это такое нормально нормально а попробуйте где-то еще найти такое но если вы сильно попробуйте ну попробуйте хотя я такого нигде не видел то бишь здесь желудочки куриные сердечки куриные краб очень вкусно обалденно морковочка с ног с сабаде ну естественно семга те же самые деньги когда-то в свое время у меня бабушка кормила желудками очень было вкусно ну реально очень было вкусно сегодня сейчас и сердечки и желудочки вот это этого реально хватит чтобы покушать я же вам показываю что блюдо здесь достойные и качественные один день кушали этот салатик другой день такой салатик третий салатик чем это не ваша радость то ну и в связи с тем реально обалдеть просто реально обалдеть мне говорит почему ты чавкаешь я не чавкаю ребят когда вы едите вы молчите правильно а если вы даже на телевидении работаете вам же надо об чем-то говорить правильно поэтому чавка не получается вот и все это блюдо 120 рублей потихоньку пробуйте обыкновенное хорошо жареное а что это такое я не знаю я не знаю но я попробую вот да ментай во вкуснейший ну вообще часто ментай дома кушаете нет а пойдя сюда вы можете одновременно за весьма небольшую сумму как я вам уже продемонстрировал за 120 рублей попробовать изумительного ментая во 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 не настолько фиолетово я пришел бы вечером домой да но я люблю сментай с луком а еще немножко лимончик да это что-то с чем-то поверьте мне это что-то с чем-то показываю раз два три четыре сумма небольшая сумма для вас лимончик сюда ммм 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 так куда мы должны прийти так мы приходим в кафе за вид на чеково 55 а вот теперь а вот теперь нас ждет шашлык большой и качественный шашлык на три персоны цена вопроса ну если грубо 800 рублей но в принципе здесь больше места потому что здесь вы же не просто шашлык кушаете да здесь еще и замечательный гарнир есть изумительный то есть если просто раскидать то то сумма получается 200 рублей с небольшим ну 250 примерно ммм начнем вот он тот самый шашлык в центре шашлык греется снизу штучка такая ммм то бишь я сразу попросил давай понемножку ну как вы прекрасно понимаете кафе джавит говорит хорошо ты должен все это дело показать вы все это дело сейчас посмотрели на ютубе или вы его сейчас не посмотрели на ютубе вы просто мудрите эфир вот и начинаете обращать внимание как мы это дело едим то есть это блюдо не на одного человека нет это не на одного человека в принципе просто разделив то есть вы кушаете шашлык шашлыку естественно картошка вы знаете мне нравится картошка ну вот потому что я не ем шашлык потому что я батомовом это дело объясню ммм то есть почему я с гарниром начинаю да потому что я батом съем мясо ха 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 для начала делается гарнир вкусный с помидорами да более определимся с шашлыком конечно 2% населения живут на огромной территории 2% населения это россияне естественно мы умеем мясо кушать но вы только не думайте что только россияне едят шашлык вообще во всем мире это называется барбекю но оно везде по разному как вы прекрасно понимаете большая половина земли кушает свиньку так оно и есть то есть наш шашлык он вкусен если вы куда-то приедете вы можете продемонстрировать что касаемо вопроса шашлыка идеальный шашлык конечно нет вот самый лучший шашлык офигенный шашлык но и вкуснейший шашлык попробуем здесь ммм то есть когда мы говорим по градации шашлыка я люблю чуть-чуть более острый шашлык он у меня такой этот шашлык изумительный его готовят прямо для вас отменяю отменяю и вкусный шашлык берется прямо здесь свеженький с дискаунтом и со всеми делами конечно все тоже деньги зарабатывают но не без этого же правильно но когда вы определитесь и поймете цену вопросов то в принципе цена вопросов что не вызывает у вас никакого другого варианта кроме как а почему вы сюда и не прийти и не покушать шашлык отличный просто вкусный еще раз мы говорим что наконец-таки в Магнитогорске вы можете попробовать не только наш замечательный в данном случае азербайджанский шашлык но вы также можете попробовать свининку которая сделана не для города Магнитогорска точнее сделана для города Магнитогорска но это отдельная тема очень вкусно реально вкусно то есть мы его даже себе поймем то есть я сейчас объясню ситуацию да вот сколько то есть я сейчас делаю уже третий заход по шашлычку да это стандартная штука кстати мясо побольше чем в Турции то есть там меньше кусочки а цена примерно та же самая просто еще гарнир то есть как вы прекрасно понимаете шашлык не уменьшится то есть в принципе втроем да легко одному да легко куда приходим приходим сюда приходим отдыхаем душой темно приходим отдыхаем душой темно потому что это очень самое лучшее это всегда дает как сюда дает как сюда дает то есть пока проспект космонавстов не пришли другой дороги то не было напротив напротив первая больница зимой и летом да и в любое время года такси вызывает и если вечером ну если у вас все абсолютно нормально и вы на машине приехали на машине и уехали спокойненько то же мы говорим если вы чем-то хотите там развлечься развлекайтесь никаких проблем нету если хотите хорошо покушать то почему бы не приехать сюда то есть как вы прекрасно поняли здесь нету цен немножко таких странных здесь абсолютно нормальные цены абсолютно нормальные цены и при этом когда мы говорим сможете ли вы что-то такое же приготовить дома я задам вопрос а сможете ли вы это сделать то а если нет тогда приезжайте сюда